МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Адресная поддержка почти 600 миллионов рублей поступила в Чувашию на новогодние выплаты на детей до 8 лет. Скорость, меткость, сила. Спортсмены из республики стали участниками Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО. Комедия о серьезном на сцене русского драматического театра состоялась премьера спектакля «Музыка для толстых». Почти 600 миллионов рублей поступило в Чувашию на новогодние выплаты детям до 8 лет. Эту и другие темы обсудили сегодня на еженедельном совещании. Разовую выплату в 5000 рублей получат более 112 тысяч детей. Выплата производится без подачи заявления. То есть им никуда обращаться не надо. Выплата будет представлена автоматически по тем данным, которые имеются в распоряжении органов Пенсионного фонда Российской Федерации, включая сведения о реквизитах банковских счетов. Заявление нужно подать для получения выплат на детей, которые родились с 1 июля текущего года. Государственная поддержка будет оказана и по другим направлениям. Средства в размере 2,8 миллиарда рублей уйдут на субсидирование ипотечной ставки, представление жилья льготным категориям граждан, ветеранам, детям-сиротам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий. Мы уже говорили о том, что цены на коммунальные услуги в 2021 году вырастут с 1 июля. Утвержден индекс оплаты коммунальных услуг по республике в среднем 3,4%. При этом сохраняются льготы для нескольких категорий граждан. Размер платежа зависит от набора коммунальных услуг и формируется из двух составляющих – объема потребления коммунальной услуги и тарифа на соответствующую услугу. Растут цены, растет и количество нуждающихся в субсидии, предоставляемой государству. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, чьи расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи. Также ежемесячная денежная компенсация на оплату жилков федеральным годникам – это инвалиды войны, участники ВОВ и их члены семьи, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, пострадавшие от радиации, члены семьи погибших, умерших военнослужащих. Из-за пандемии в этом году перерасчет делался без предоставления документов, если человек уже пользовался поддержкой. Хотя по закону обновлять их необходимо каждые полгода. Для определения права на получение субсидий впервые документы все же нужны. Необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. По итогам 11 месяцев 2020 года компенсации субсидий получили более 300 тысяч жителей республики на сумму около полтора миллиарда рублей. Чувашия стала лидером по освоению средств индивидуальной программы развития. Об этом говорили на видеоконференции, в которой принял участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. На начало декабря предварительно освоено 72% денежных средств. При этом Чувашия названа в числе лидеров. Кассовое освоение составило и вовсе 100%. Объем финансирования индивидуальных программ развития до 2024 года составляет 50 миллиардов рублей. То есть по одному миллиарду на каждый регион в год. В случае успешной реализации появится возможность дополнительно получить до 5 миллиардов рублей. То, что сегодня мы получили достаточно высокую оценку по ходу реализации данной программы, это говорит о том, что мы, какие предварительно предполагали, будем претендовать на дополнительные средства и сделаем все для того, чтобы их получить. Наша задача простая. За счет этих мероприятий диверсифицировать экономику, поддержать бизнес и создать благоприятные условия их деятельности. И таким образом создать новые рабочие места, повысить доходы граждан, ну и в целом сделать конкурентную экономику и как общий итог улучшить качество жизни в республике. Сегодня республика простилась с Валентином Шурчановым. Бессменный лидер чувашских коммунистов ушел из жизни на 74-м году. Как депутат Государственной Думы нескольких созывов, Валентин Шурчанов всегда руководствовал с интересами республики. Несомненно, это очень большая утрата для нас. Валентин Сергеевич, несомненно, снискал уважения всех тех, с кем он взаимодействовал. Пошел очень богатыми событиями, насыщенным содержанием в резервный путь. И, находясь в сложнейших обстоятельствах для республики, для страны, смог находить нужные решения, сплачивать людей для того, чтобы их реализовывать. Вся его жизнь была связана с коммунистической партией. Он не изменил ей даже в переломные времена. Возглавляя республиканский комитет, старался привлечь в ряды коммунистов молодежь. Он пользовался большим уважением однопартийцев. Неизмеримая боль, неизмеримая утрата. Смерть вырвала из наших рядов одного из самых видных руководителей нашей республики. Мудрый, опытный в делах Валентин Шурчанов много сделал для республики. Умирают не люди, умирают неры. И, мне кажется, именно о таких и о таком, как Валентин Сергеевич Шурчанов сказаны эти слова. И они достаточно лаконично, емко и содержательно характеризуют этого человека. Валентин Шурчанов – неотъемлемая часть политической истории республики. В памяти многих он останется добрым другом, верным соратником и опытным наставником. Наталья Мальчикова, Александр Магарин, Андрей Шоклев. Республика. Сегодня же стало известно о кончине Льва Куракова. Ему было 77 лет. Причиной смерти стали осложнения при коронавирусной инфекции. Известный ученый-экономист почти 19 лет был ректором Чувашского государственного университета имени Ульянова. И один год президентом вуза. В его трудовой биографии руководящий должности в правительстве республики Государственном совете Академии наук. В республике действует федеральная программа «Земский учитель». В соответствии с ней преподаватели, приезжающие работать в малые города и села страны, получают единовременную выплату в размере 1 миллион рублей. Одной из первых участниц программы в Чувашии стала Ольга Шарикова. Она преподает иностранный язык в Юнгенской средней общеобразовательной школе Маргаушского района. Ольга Шарикова с детства мечтала стать учителем. В 2006 году она окончила филологический факультет Чувашского госуниверситета. Более 10 лет проработала учителем в Анаткинярской школе Чебоксарского района, а с сентября этого года переехала в Маргаушский район. О данной программе я узнала с сайта «Земский учитель». Данная программа стартовала в 2020 году. В Чувашской республике были предъявлены 4 школы, и из них в 3 школах требовались учителя английского языка. Я решила подать заявку именно на вакантную должность учителя английского языка Юнгенской средней школы. Так как эта школа находится, во-первых, недалеко от города Чебоксара, и во-вторых, я родилась и выросла в этом районе. По условиям программы Ольга должна отработать в школе 5 лет. Но она не исключает и того, что останется здесь и потом. Свою профессию она любит и признается, что не ощущает никаких минусов в работе на селе. Ольга Петровна у нас работает с сентября месяца. Она показала себя как профессионал в своем деле, как хороший учитель. Дети, видно то, что к ней тянутся, и хотят учить английский, занимаются. Напомним, программа «Земский учитель» по инициативе президента страны будет продолжена и в 2021 году. Так правительство рассчитывает закрыть дефицит кадров в сельской местности. Ульяна Питакова, Маргарита Мельникова, Сергей Копеев, Республика. Состоялось заседание Оргкомитета по проведению в Республике в 2021 году мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Работа уже началась. Хронология трудового подвига выстраивается скрупулезно, шаг за шагом. Цифры, факты, фамилии, документы. Упустить ничего нельзя. Все важно. Все имеет значение. В этой масштабной работе участвуют взрослые и дети. Подрастающее поколение узнает пока малоизвестные страницы нашей истории. Восполнить пробелы поможет художественный фильм «Сурские и казанские рубежи. Подвиг народа». Очень четко прописаны требования к этому фильму. Хронометраж 25 минут. И одно из наших требований, так как мы планируем этот фильм показывать не только в Чуваше, мы рассчитываем на то, что фильм будет интересен федеральным каналам. Кроме того, известно, что не только в Чуваше строили оборонительные рубежи. Мы рассчитываем, что фильм должен быть интересен для того, чтобы показывать в наших соседних регионах, потому что не только чувашский народ участвовал в этом, но был участником этого подвига. Утверждена дорожная карта, в которой прописаны основные мероприятия. Научные конференции, открытые уроки, музейные выставки, фестивали. Подвиг народа хотят увековечить литературе, музыке. Разрабатывается медаль в честь 80-летия строительства оборонных рубежей. Было бы хорошо побывать на территории мемориала под Оржевом. Его открыли к 75-летию Великой Победы. Предлагаю все-таки в январе готовы включиться вместе с ректорами университетов, оформить это как конкурсная работа, практика, дипломная работа, помочь в организации выезда ребят посмотреть под Оржевом. В летние каникулы столичные школьники, студенты участвовали в раскопках на местах бывших укреплений, в Алатаре, Шумерле. Эта работа будет продолжена. Основная работа заключалась в том, чтобы провести рекогностировку на местности, определить места будущих хороскопов, которые можно провести уже весенне-летний сезон 21-го года, места пролегания траншеи, огневых точек и так далее. Школьники встречались с участниками этих событий, их родственниками, чтобы детально записать их воспоминания. В конце декабря на основании собранного материала сборник будет уже издан. Состоялся конкурс рисунков. Наша задача с вами самая главная, на самом деле, чтобы это было яркие, знаменательные, содержательные мероприятия, с тем, чтобы это было, с одной стороны, интересно, с другой стороны, познавательно, ну и третье, чтобы мы, вот, проделав достаточно большую такую содержательную работу, оставили бы след, чтобы эти объекты явились неким порталом, который бы раскрывали людям, которые будут с этими объектами, с этой информацией соприкасаться. В следующем году в Козловском районе республики появится монумент, посвященный подвигу строителей сурского и казанского рубежей. Екатерина Шиверова, Андрей Шоклев, Республика. О легендах и преданиях, реальные события и факты научным языком. История чувашского народа представлена в книгах ученых, членов Чувашской национальной академии наук и искусств. Краеведение, наука многогранная, поиском корней, исследованиями традиций и обычаев ученые занимаются во все времена. Так создается история любого народа. В летописи ценен каждый факт. Например, в издании известного этнографа и историка Гурия Комиссарова избранные сочинения книга «Вторая» вошли труды по этнографии и этнологии, а также статьи воспоминаний известных ученых, краеведов и журналистов. «Ценность этой книги в том, что в эту книгу впервые вошли переводы на русский язык его известнейших научных трудов. Во-первых, Чуваш-Халаги, Малака, Ижикаймиджи, есть ли будущее чувашского народа. Я это определяю как жанр эссе, публицистика. Вторая его работа – об истории чувашского народа». Краевед Евгений Ярагин познакомил собравшихся с книгой «Чертова неделя», где рассказывается о чувашских народных обычаях, а исследователь Валерий Виноградов представил свою книгу «Потомки Шора и Хора по следам предков Чуваший», где в доступной и краткой форме рассказал про события мировой истории, повлиявшие на судьбу булгара чувашского народа. Авторы обсудили положение дел в научно-исследовательской сфере, обменялись мнениями по поводу ее дальнейшего развития. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Дмитрий Салманов, Республика. В Русском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Музыка для толстых». Москва, 60-е весна, коммунальная квартира, первые запрещенные пластинки на ребрах и первая настоящая любовь. Вот оно, пришло мое времечко, поспели вишенки. О серьезных вещах под маской юмора и тонкой иронии. Спектакль с интригующим названием «Музыка для толстых» на деле оказалась социальной пьесой о советском времени. Узнаваемые характеры, узнаваемый быт. Автор пьесы Петр Гладилин задается извечным вопросом, почему счастливые счастливы, а несчастливые несчастны, и заставляет подумать об этом зрителей. Но я хочу мыслить, скажите, вы жаждете мыслить! Глубокие мысли скрываются под смешной фантастической комедией. Режиссеру Игорю Милосердову удалось передать посыл автора. Это дает такой импульс к размышлению. Это не просто классика, это конкретно и мистика, и в том числе, и реальность. Тут ведь показаны такие типы характера. Я понимаю, что девочкам очень нравится котик, да? Он всем как бы центральная фигура. Вызванный интерес всем вот этим действом для меня прям откровение. Браво, Милосердов! Браво, Игорь! Из-за ограничений, которые были у нас наложены весной, не все премьерные спектакли были показаны. Действительно впечатляет игра актеров. С таким тонким чувством юмора они преподносят материалы, и зрители очень чутко реагируют. А реагируют зрители на каждую мелочь. Есть над чем посмеяться, подумать и погрустить. Отрадно, несмотря на карантинные меры, то, что зритель все равно идет в театр, и зал пусть наполовину полон, но он заполнен. Он заполнен доброй эмоцией, и в нем звучат аплодисменты. О планах мы рассказываем очень аккуратно, боясь сглазить, но все-таки будут новые спектакли, будут интересные премьеры, будут новые имена на этой сцене. Пандемия, конечно, внесла определенные коррективы и в работу учреждений культуры. Из пяти запланированных премьер на деле состоялись три премьеры. Следующий ожидается 23 декабря. Разумеется, с соблюдением всех правил безопасности. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Дни культуры Чувашской Республики в иностранных государствах. Мультижанровый онлайн-марафон под таким названием объединит Чуваши и друзей нашего народа по всему миру. В марафоне участвуют чувашские диаспоры из разных регионов России и других стран. Эстония, США, Турция, Испания и Кипра. 24 тематических блока символизируют 24 часовых пояса Земли. Каждый блок программы посвящен одной чувашской руне. Смысл каждой объясняется с помощью сюжетов, интервью, видеороликов. Дело в том, что были запланированы ряд мероприятий в иностранных государствах в этом году. Но, к сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. И, естественно, многие мероприятия отменились. Но захотелось объединить всех людей, которые причастны, знают Чувашу, по-доброму к ней относятся, в один определенный проект. Во время трансляции каждый подключившийся сможет увидеть концертные номера, услышать рассказы наших земляков о жизни в других странах и задать свои вопросы. Ольга Семенова, Игорь Сверев, Республика. Марафон стартовал сегодня в 18.30 на Ютубе на канале Национального телевидения Чувашии. Завершится он в 3.30 утра. Ежегодно в Республике Татарстан проходит третий конкурс-фестиваль национальных самодеятельных авторов песни. Его организаторы ищут талантливых композиторов и поэтов, сочиняющих оригинальную музыку и тексты. Эстрадные произведения на родном языке должны оценить слушатели. Вот что сказал по этому поводу генеральный продюсер проекта Жуудат Гельманов. Мы хотим, чтобы в одном месте собрать исполнителей и тех людей, кто сочиняет. Чтобы они посмотрели не только тех композиторов, которые постоянные, которые уже популярны в Татарстане, Мариэл, Чувашии, но что есть еще в деревнях другие люди, которые тоже сочиняют и сочиняют очень хорошие песни. Вот их объединить, чтобы они пришли, посмотрели, выбрали эти свои песни. Жюри ждет произведения на любом языке народов по Волжье в любом стиле и жанре. Организаторы уверены, конкурс поможет отыскать одаренных людей и подарить их песням новую жизнь. Более 200 физкультурников из 32 регионов страны собрал в Кисловодский фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». О скорости, меткости и силе в нашем материале. В каждой команде по 6 человек. Все они обладатели золотых знаков отличия ГТО. В течение двух дней участники соревнований старались показать максимально возможный результат в выполнении упражнений комплекса «Готов к труду и обороне». Все участники молодцы. Каждый из них является сильнейшим в своей возрастной ступени. Каждый старался показать свой максимум. Теперь мы знаем свои сильные, слабые стороны. Есть четкое понимание, в каком направлении нам нужно двигаться дальше. Набор обязательных упражнений стандартный. Подтягивания, стрельба и бег на 60 метров. Второй результат в подтягивании показал Александр Ефремов. «На следующий год я буду, конечно же, стараться, буду тренироваться. Кто вас обошел? Обошел меня местный, местный там, да, этот, Кисловодска, да. Он сделал 35 раз, я потянулся 34 раза. Спорт – это норма жизни, надо тренироваться, надо себя показать также». Леана Чернова стала лучшей среди девочек в общем зачете. Она занимается палеотлоном уже полтора года, любит стрелять. Но именно в этой дисциплине и случились накладки. «Я занимаюсь палеотлоном и каждую неделю мы стреляем у нас в Академию. Но самая сложная для меня была стрельба, потому что совсем другая винтовка. Она была очень легкая по сравнению с нашей. ГТО – это не просто вид спорта. Им нужно заниматься, тренироваться всегда. И только после этого человек может добиться каких-либо результатов». Фестиваль прошел в преддверии важного события в спортивной жизни страны. В следующем году движению ГТО исполняется 90 лет. Минспорт России уже предложил объявить 2021 год годом ГТО. Так что команда нашей республики уже начала готовиться к следующим соревнованиям. Юлия Важенина, Сергей Копеев, Республика. Это были главные новости понедельника. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова